Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я пришла в капустную теплицу, где я показывала вам, как я сею массово капусту. И вот эти сходы теперь уже подросли, и сейчас я покажу, в каком состоянии капусту уже нужно пикировать. Пикировать желательно в открытый грунт. Итак, если вы посеяли не по одному, а вот так же густо, как я, загущено, как только у вашей капусты появился вот этот настоящий листок, значит ее нужно уже рассаживать. Вы видите, что она, как бы, не знаю видно вам или нет, но из-за того, что их много, она уже начинает, сейчас выдерну одну покажу, подвытягиваться. Вот, капуста хорошая, один лист настоящий, второй лезет, и она начинает, из-за того, что их тут много, как бы вытягивать вот эту вот ножку. Она еще крепенькая, все, но если сейчас мы ее не распикируем, именно я, то я могу вот эти посевы потерять, из-за того, что они истончатся, ножки, и они могут упасть потом при поливах. Кстати, вот эту капусту, чем хороши ранние посевы, я ни разу не поливала, она выросла сама собой, я просто раскидала россыпью семена, один раз полила при посеве, я вам рассказывала, что очень обильно полила, влагозарядку сделала на будущее, потом накрыла пленкой, чтобы влага не испарялась, и все. Когда она взошла, я пленку скинула, и с тех пор она сама по себе здесь у меня росла. Из-за чего тут возможности есть не поливать? Во-первых, потому что сею рано, грунт очень влажный, снег только сошел. Во-вторых, тут теплица, замкнутое пространство, и хотя здесь и жарко, но испарение сильно, ну никуда влага не девается, она здесь же и остается. Вот видите, сейчас они в капельках, наверное, сверху вода, которая вверх испарилась, назад падает, но ей ничего, ей это не страшно, это не помидоры, у нее нет никаких нетермических вот этих солнечных ожогов, ничего, она растет сама по себе. Массовую капусту выращивать очень легко, это не томаты, посеял вот так, и все. Сейчас единственное, что я сделаю, я ее высажу в открытый грунт, распикирую, но опять же, грунт влажный, я поливать не буду, почти до самого, ну до куда она будет расти, у меня ее заберут в конце мая, может быть один или два полива, не больше, земля влажная, у нас прохладненько, лучше высаживать, конечно, пикировать ее в холодную погоду, в пасмурную, потому что единственное, чего она боится при пересадках, при пересадках, это жары и солнце, вот она может свялиться, если в жаркую погоду пересаживать, при пересадке опять обильно ее полейте, когда будете высаживать в открытый грунт и все, вот прекрасная, вот видите, где, там где пореже, она коренастая, видите, всего один сантиметр этот стволик, а там где их много, вот, три или четыре даже вытянулось, но ничего, я каждый год вот так сажу загущенные посевы, я сейчас ее буду пикировать, я ее по семи долей вот так заглубляю, ой, заглубляю, она вот так вот будет стоять, окрепнет, все, это я вам показала массовые посевы своей капусты, капуста получилась в этом году очень хорошая, взошла дружненько, растет хорошо, у нас холода, опять похолодание, вот сейчас 4 градуса, будет 5-6 днем, вот это самый прекрасный период для высадки, рассады в открытый грунт, для пикировки, в такой холод она чувствует себя прекрасно, не вянет, сразу себя примется, и после того, как у нас вот будет сейчас период холода, будет снег с дождем, дождь со снегом, будет 0-1, вот это она когда пересидит, переждет, она очень закалится, и потом будет очень крепкая, здоровая рассада, я вам ее покажу обязательно.